На площадке партии «Единая Россия» депутат Госдумы Владимир Гутенев встретился с активной ульяновской молодежью. На встрече присутствовали участники конкурса «Лидер России», проходящего по инициативе президента Владимира Путина. Это соревнование для управленцев нового поколения, делающих первые шаги по карьерной лестнице. Самое большое, что дает конкурс, это понятие себя, где ты реально находишься, оценить себя объективно, получить объективную оценку самого себя. В результате проведения полуфинала каждый полуфиналист получает индивидуальную шкалу оценки, в которой проставились баллы по, по-моему, пяти или шести компетенциям и персональные рекомендации по их развитию. Владимир Гутенев отметил, что в области проводится грамотная работа с молодыми людьми. В ее число входит региональный аналог конкурса «Лидеры России». Такая политика вносит свой весомый вклад в развитие области. Вы знаете, у меня впечатления о ульяновской молодежи не изменились. Они сформированы давно. Это действительно очень классные ребята. С одной стороны, патриоты своей малой родины, с другой стороны, свободные и незашуренные люди. На встрече присутствовали кандидаты в депутаты молодежного парламента от партии «Единая Россия». Молодым людям представилась возможность пообщаться в неформальной обстановке с политиками федерального уровня. И оценить не только региональную повестку. Круг их вопросов был значительным. От развития сельских территорий до запрета продажи вейпов для несовершеннолетних. Сейчас молодежь очень заинтересована в политике, в развитии региона, в общественной жизни в целом страны. И кто как не молодежь может указать власти, где есть проблемы, как их решить, привнести некий такой новый взгляд на некие вещи. Но для этого молодежи нужно помогать. Как отметил на встрече Владимир Гутенев, молодым людям нужны грамотные наставники. Они помогают не допускать утечки кадров в другие регионы и за рубеж. К счастью, такие наставники в области есть. Егор Титов, Александр Кудряшов. Новости дня. Ульяновская правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова